Короче, я думаю, что всё, она сдохла, но при этом ещё горит лампочка. На самом деле, я не удивлюсь, если она будет всё ещё работать. Да ладно! Да ладно! Да быть такого не может! Всем здоров, народ! Это долгожданный выпуск с Bluetooth-колонкой. Нифигово она так наваливает. Если у вас в тачке нет хорошего звука, можно, в принципе, такую возить на задних сиденьях. В чём заключается суть? В прошлый раз вы набрали больше 30 тысяч лайков, и я обещал, что мы сбросим эту колонку с четвёртого этажа прямиком в воду и посмотрим, что с ней произойдёт. И мы действительно это сделали. Это было несколько недель назад, и, к сожалению, за это время файлы, которые мы снимались, куда-то удалились, и поэтому у нас осталось только это сломо-видео. В целом, я считаю, что эксперимент удал... Вот. Я считаю, что эксперимент удался. Почему? Потому что мы путём броска из четвёртого этажа смогли доказать, что эта колонка действительно крутая и неубиваемая. Точно такую же и много других подобных колонок можно заказать на Алиэкспресс. Тем более, что с 10 по 12 ноября во время Всемирного дня шопинга на неё и тысячи других товаров будут огромные скидки. Эта колонка стоит не очень дёшево, поэтому с такой покупки будет вдвойне приятно получить повышенный кэшбэк с помощью сервиса Мегабокус. Это сервис, который возвращает деньги с каждой покупки в таких магазинах, как Алиэкспресс, Гирбест, Мвидео и тысячи других интернет-магазинов. Получать кэшбэк очень легко. Достаточно просто зарегистрироваться на сайте, скачать расширение для браузера и всё. Дальше делаешь покупки как обычно и получаешь мгновенный кэшбэк. С этим расширением во время заказа вам сразу будет показываться процент от покупки, который вам вернётся обратно. А также в расширении можно отслеживать состояние вашей посылки и ещё смотреть за снижением цен в ваших любимых интернет-магазинах. А на Алиэкспресс можно проверить надёжность продавца. Начинайте делать покупки в интернете с Мегабонус прямо сейчас. Тем более, что для моих подписчиков специально Мегабонус подготовили промокод, который будет давать плюс 22% кэшбэка на целую неделю. Ссылка на Мегабонус и специальный промокод в описании к этому видео. Над этой колонкой мы издевались как только могли. Мы швырялись ей, мы пытались её утопить, бросали её в воду, ей хоть бы хны. Именно поэтому мы сегодня здесь собрались. Мы будем пытаться уничтожить JBL Boombox самым изощрённым способом. И посмотрим, как долго она сможет выстоять. В первом раунде её ждёт выстрел из арбалета, который мы снимем в замедленной съёмке. Только вот... Где мой арбалет? В общем, у нас всё готово. Заряженный арбалет, натяжение тетивы 40 кг, болт направлен прямо в колонку. Осталось только придумать, куда нам лучше целиться, чтобы это было максимально динамично. Я думаю, куда-нибудь вот сюда, потому что мы поняли, что здесь находится маленькая пищалка. Будет прикольно, если мы её пробьём. Давайте посмотрим, как это выглядит в замедленной съёмке. Раз, два, три. Короче, стрела отлетела, но при этом, смотрите, осталась дырень. Видно дырку? Надо смотреть это всё в записи слоумом, потому что непонятно, куда отлетела стрела. Короче, смотрим запись и видим, что стрела не отрикошетила, она просто отпружинила от колонки. Она её не пронзила, какого чёрта? Колонка всё ещё играет. Нам определённо нужна вторая попытка. Итак, краш-тест с арбалетом, попытка номер два. Арбалет заряжен, музыка играет. Поехали на счёт три. Раз, два, три. Короче, вот у нас есть две дырки, проходят через обшивку и дальше, смотрите, какая у нас фигня. Мы попадаем в металл. Вот видите, она его прям погнула, но не пробила. Мы хотим попасть прям в динамик. Я думаю, это будет прикольно. Раз, два, три. Короче, мы три раза, три раза стреляли из арбалетов по колонке, но ей вообще пофиг. Мы не смогли просадить её спереди, давайте попробуем просадить её хотя бы сбоку. Раз, два, три. Даже так арбалет не пробил колонку, она продолжает играть. Мы её выключаем и смотрим. Воу, смотрите. Оказывается, эта штука, вот эта накладка на мембране, она металлическая. Это вообще какая-то неубиваемая колонка, смотрите, она как об гонку дарилась, просто жесть. Короче, знаете, что я думаю? Я вот расстроен в способностях арбалета, потому что с этой штукой ходят охотиться на кабанов. И насколько я знаю, получается довольно неплохо. Но при этом мы не смогли прострелить чёртову блютуз-колонку, она всё ещё работает. Поэтому я предлагаю более радикальные методы, а именно взять огромный, чёрт возьми, тяжёлый колу. Чёрт возьми, чёрт возьми, работает. Чёрт возьми, чёрт возьми, работает. Вот тут отчётливо видно, как я пробиваю эту чёртову ручку, но колонки вообще хоть бы хны. Я уже вообще зол на эту колонку, я не могу, мы стреляли в неё, мы её рубили. Ей хоть бы хны. Давайте долбанём вот этой стороной, попробуем вот этой, я думаю, будет нормально. На ещё три. Раз, два, три. Почему? Почему она всё ещё играет? Смотрите, она уже просто в щи, но она всё ещё работает. В общем, после последнего удара молотком у колонки отвалился вот этот металлический шильдик JBL. Но она всё ещё работает. Я не понимаю, что нужно сделать, чтобы убить эту колонку. И почему? Когда пишут про её характеристики, пишут, что она только вот защищённая. Она ещё и удара прочная. Ну да, ручка уже, конечно, как бы не совсем функциональная, но всё равно колонку-то можно держать. Короче, я хочу её добить. Давайте посмотрим, что будет, если мы сбросим её со второго этажа. В общем, это наша последняя надежда. Самое жёсткое испытание, которое мы сегодня придумали. Будем бросать её со второго этажа вот прям откуда. Даже не второго, это сколько метра? Ну, метра где-то четыре, наверное, может даже чуть больше. На голый бетон с усилием посмотрим, переживёт ли такое падение колонка JBL Boombox. Два, три. Что-то отвалилось, что-то отвалилось. Кусок ручки. И, блядь, надо смотреть, ну вот. И вот она летит. Ооо, смотрите, опять отлетел JBL. Как это охрененно, она как ракета стартанула обратно вверх. И сейчас она же вернётся. Она же вернётся. Да, она возвращается. Сейчас мы её торпедировали, скажем, вот так. Вертикально же, да? Да, вертикально. А теперь попробую кинуть её плашмя. Вот как роняют айфоны на дроп-тестах экрану вниз. Попробуем сделать сейчас то же самое. Она что, всё ещё живая? Я не пойму, она что, всё ещё живая? Наконец-то! Наконец-то! Это у нас получилось разломать чёртову колонку. И мы можем посмотреть, что у неё находится внутри. Короче, у нас полностью оторвалась защита. Мы можем её снять. И посмотрите. Воу, нихрена себе! Смотрите, что там внутри. Она треснула прям пополам. Точнее, это всё разные детали. Но только со второй попытки, когда мы кинули её с 4 метров, она наконец-то сломалась. Это было реально тяжело. Мы стреляли из арбалета. Мы рубили её кувалдой. Точнее, били кувалдой, рубили колуном. В общем, сейчас вы видите то, что стало с блютуз-колонкой. Постой, как мы устроили ей краш-тест. Она полностью уничтожена. Внутри вы видите внутренности. И стоп. Тут, короче, просто отошёл шлейф в одном месте. Она включилась? Она включилась? Какого? Да это я не поверю. Да нет, да не может быть. Если сейчас отсюда заиграет музыка, я просто не знаю, что будет. Смотрите, врубаю трек. Да ладно? Да ладно? Она работает? Вы пошла третьим кашом, она в состоянии. Этого не может быть сейчас. Ты скажешь, что нет приёма. Я включаю. Она... Она... Чёрт возьми! Вот, вот от неё кусок, смотрите. Так не должно быть. Она... Эта колонка неубиваемая, непотопляемая. Она ещё всех нас переживёт. Вот, смотрите. Вот какие вещи нужно покупать в интернет-магазинах. И напоминаю то, что в описании к этому ролику есть специальный промокод от Мегабон, где вы получите ещё дополнительный кэшбэк на покупки через интернет. Знаете, вот мне что интересно, вот эта часть, которая оторвалась, у нас здесь есть вот такая пищалка, она просто как бы оторвалась. Давайте попробуем её подрубить обратно, типа вот этой стороной. Вот, и попробуем включить. Включи там. Короче, эта колонка способна работать даже вот в таком состоянии. И что я вам предлагаю, друзья? Ставьте 50 тысяч лайков под этим роликом. И... Я не знаю. Мы сожжём её из огнемёта. Если это её не убьёт, то я уже просто не знаю, что сможет убить эту колонку. Давайте, друзья, с вас лайки, с нас новый выпуск. Ты сильно обиделся, как стоишь недорогой. Во мне скорости ёбнешься, глаз на чёрном, как крыс от дорог. Испанские хастлеры так заработали.